Здравствуйте! В Нижнем Новгороде 15 часов. Последние новости к этой минуте. Уголовное дело возбуждено по факту бунта в колонии номер 3 Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Нижегородской области. Сейчас в колонию направляет Сообщественная наблюдательная комиссия. По словам правозащитников, ранее заключенные из 10-й колонии Варнавинского района, которых и перевели в колонию номер 3, неоднократно жаловались на условия содержания и требовали послабления режима. Эти требования к администрации колонии, по словам правозащитников, и стали основными в ходе беспорядков, которые произошли накануне. Иск о признании банкротом Чкаловской судоверфи поступил в арбитражный суд Нижегородской области. Исцом выступила нижегородская компания «Ампир», которой судоверфь задолжала по двум договорам подряда. Согласно решению суда, Чкаловская судоверфь должна выплатить компании около 5 миллионов рублей и 250 тысяч рублей неустойки. Генеральная репетиция Парада Победы завершилась несколько часов назад на главной площади Нижнего Новгорода. Ровно в 10 утра на главную площадь города внесли государственный флаг и знамя Победы. Взглядом его провожали почти полторы тысячи военнослужащих. Это рекорд в истории проведения подобных расчетов. После традиционного поздравления и объезда к командующим парадных коробах началось торжественное шествие. Большинство участников парада военнослужащей 20-й армии, расквартированной в Нижегородской области. Именно поэтому Нижний Новгород получил право проведения парада у себя. В этом году впервые в парадном строю полк радиационной, химической и биологической защиты в новейшей боевой экипировке, фильтрующем защитном комплекте Нерехта. Кроме того, зрители в этом году также впервые увидят новейшие тяжелые огнеметные системы, транспортно-заряжающие машины и разведывательные химические машины, стоящие на вооружении у нашей армии. Командующий репетиций остался доволен. Мы в этом году сделали все, чтобы 70-е годовщина победы Великой Отечественной войны была действительно запоминающей датой для нижегородцев, для людей, которые прибудут на наш парад, для гостей города Нижний Новгород. И думаю, что личный состав ни в коем случае не опозорит вооруженные силы, другие ведомства, с честью, с достоинством выполнит все поставленные задачи. Военный парад начнется 9 мая в ровно в 10 часов утра. Кроме этого, всех пришедших на площадь Минина и Пожарского ждет обширная развлекательная программа, праздничный концерт и традиционный фейерверк в честь победы. Переходим к блоку валютной информации доллар США. Курс на завтра 50 рублей 36 копеек. За евро предлагает Центробанк 57,22. Цена нефти на данный момент 68 долларов и 49 центов. На этом пока все. Берегите себя и свои карманы. Смотрите Горький ТВ.